Здравствуйте, друзья! Сегодня мы с вами поговорим немного о шестеренных насосах. И я, возможно, попытаюсь развеять некоторые мифы, которые ходят среди покупателей этой продукции. Перед вами два насоса новых в упаковке. Оба насоса одного производителя, завода Гидросила. Но насосы разные. Значит, первый насос у нас это НШ-32А, серия Антей, 32 кубика рабочий объем. Паспорт на месте. Решу. Второй насос, насос серии Мастер, тоже 32 кубических сантиметра. А то, что получается новое, вы видите. Значит, о чем хочу рассказать. Часто покупатель приходит в магазин и пытается проверить работоспособность насоса, его качество, провернул вал привода. Значит, я вам вот сейчас продемонстрирую, да? На насосе 32 вал вот буквально я тремя пальцами его свободно кручу. Абсолютно. На 32М я его прокрутить никак не могу. Причем, мнение потребителей абсолютно расходится. Некоторые говорят, что вал на новом насосе не должен ни в коем случае вращаться. Другие говорят, что он должен вращаться. Но я могу сказать, что неправы эти и другие. Вот еще, кстати говоря, что краска вот здесь вот, это брак. Но это неверно. Это так помечают на заводе направление вращения. Насоса, вот, сейчас мы посмотрим. Ага, вот, пожалуйста. НШ-32М3. Буквы L нет, значит насос правого вращения. Вот так вот обозначают правое вращение. А у нас, антей у нас, НШ-32А3Л. То есть насос левого вращения, краски на валу нет. Так вот, значит вернемся к валу, который вращается или не вращается. Значит в насосе серии Мастер, или еще плоский, как говорят в народе, значит конструкция насоса такова, что шестерни в нем, зажатый всеми деталями, подшипниками. Поэтому сила трения между валом и подшипником не позволяет нам прокрутить вал этого насоса. В насосе серии Мастер конструкция совершенно иная. Она намного более сложная. И конструкция эта разрабатывалась, скажем так, для других условий совершенно работы. Вся эта конструкция, она отжимает шестерни и вал тогда, когда находится под давлением рабочей жидкости, уже установленной на машине. Когда насос стоит на столе, давления в насосе нет, вся конструкция расслаблена, и вал спокойно вращается в любую сторону. Вот, собственно, что я хотел вам рассказать. Спасибо за внимание. Не дайте себя обмануть. Всего хорошего.